Итак, дорогие друзья, продолжаем у нас проект, посвященный выбору Народных Урал. И сегодня у нас в гостях кандидат депутата по Калмыцкому избирательному одномандатному округу номер 13 Амиков Лиджи Александрович. Здравствуйте. Мендует Улан Залатнар. Лиджи Александрович, прошу прощения, Амиков или Амиков? Вот многие путают этот вопрос. Ну, вообще-то Амыков. Амыков? Должно быть Амыков. Но в Сибири отцу неправильно написали. И вот у нас половина идут, как Амиковы, половина Амыковы идут. А вообще Алку звали Омак. А, у многих такая. Да, должны были Омгаевы, наверное, быть. А в итоге вот такая фамилия получилась. Вишель Александрович, спасибо, что согласились прийти на интервью. Смотрите наш проект. Смотрю. В начале мне бы хотелось, чтобы вы, как кандидат, разъяснили, что входит в территорию одномандатного округа номер 13, избирательного округа. Это какие поселки, это же районы. Это не как в городе, все понятно. Это Октябрьский район полностью, весь. И Малодербетский район, это Ихибухус, Ханчинор, Плодовито и сам райцентр Малодербет. Всего три поселка уходят? Четыре. А, четыре. Четыре. Вы прошли, у вас очень отличные результаты. В связи с чем? Почему? Ну, естественно, для чего? Амикарий Железович согласился, да, наверное, идти в депутаты, я знаю, что была социология. И вообще, хотели ли вы это? Или нет? Депутат никогда не мечтал, потому что я был раньше, в 2005 году депутатом районного совета Малодербетского. У нас есть опыт. Да, был депутатом. И тогда я, честно говоря, разочаровался в этом. Я сейчас не буду подробно рассказать, почему. Но разочаровался, я до конца срока не был. Написал заявление, ушел, потому что я видел, что невозможно там ничего исправить, ничего сделать, потому что один поле тогда я посчитал не воин. Но потом долго жалел об этом. А жали, что ушли? Жалел, что все-таки не то, что ушел, а то, что я не добился своего, все-таки. Жалел об этом очень долго. У меня был проект уже тогда. Что и как сделать? Я советую. И у меня есть такая мама меня научила, вот Сианя Тартха, она научилась всегда совету старших спрашивать. Я спрашивал по этому проекту, который я видел, как развивать Малодербетский район. Я спрашивал про сейчас очень грамотно, умным, уже жизнь прожившим людям, пожилым, которые добились в этой жизни чего-то. Они все в один голос говорили, обязательно надо делать, обязательно надо делать. То есть старшее поколение? Да, старшее поколение, они говорили. И одна мне женщина, она кандидат в биологическую науку тогда была, она была переводчица Далла Ламы. И когда мы с ней поговорили об этом, она мне сказала, дай мне время подумать. Хорошо, на следующий день вечером, это было научение Далла Ламы в Индии, однажды вечером после ужина я слышу, меня кто-то кричит. Лиджи, Лиджи, не пойму кто это. Потом все-таки увидел, на балконе стоит эта женщина. Она внимает. Целый день ищу тебя, всю ночь не спала. Говорила над твоим проектом, думала. Я тебе хочу сказать, если ты это не сделаешь, ты до конца своих не будешь жалеть об этом. То есть сейчас можно сказать, что Лиджи Александрович Амиков идет в народную кровь для того, чтобы... Осуществить именно этот проект. Проект по развитию Малдивецкого района? Да, теперь уже не Малдивецкого района, а двух районов. Малдивецкий и Октябрьский. Да, Октябрьский район, два района. Понятно. Кто такой Лиджи Александрович Амиков, потому что для Калмыкии вы новое лицо. Новое лицо в обществе, в общественно-политическом пространстве. Вот. Да, не скромно, но я всегда всем задаю этот вопрос, чтобы кандидат сам о себе рассказал. Чтобы нашему зрителю было понятно. Родился я в 1967 году в Селе Малдивецке. И по сей день живу там. 56 лет мне. 23 марта вот исполнил. В 56 лет. 23 марта? 23 марта. У нас с вами в один день я родился. Да. В 5 утра я родился. 23 марта. И живу в родительском доме. Я 10-й семье. А, тоже многодет. Тоже многодет. 10-й семье. Самый младший, Вотхан. Ну, вот. Вы как Миша какая? Правда, он 8-й, думаю. Ну, Вотхан, как правило, остается в родительском доме. И я вот остался. Старше все разъехались. И закончил школу там. Ну, уезжал только на 2 года в армию. Уходил вот так все. А учебу я учил в Волгограде. Я считаю, что я никуда не уезжал. Это 100 километров там от нас. Можно практически, можно сказать. Это высшее учебное заведение? Да, я закончил в Волгограде сельхозакадемии. Сельхозакадемии. Да, по специальности я инженер-электрик. Долгое время работал в Агропромэнерго, сельхозэнерго работал. Потом в Энергонадзоре, в Ростехнадзоре работал 9 лет. Ну, потом понял, что когда уженился, дети уже пошли. У меня трое сыновей. Что, ну, зарплата бюджетника, ну, невозможно поднять уже многодетную семью, так скажем. Прошусь идти, заниматься предпринимательством. А сейчас вы предприниматель? Нет, сейчас уже нет. Я открыл христианское хозяйство, было у меня тоже, как все у нас начинают, точку держал, там все, работал. Потому что это было мое. Отец и мама мои были чабанами. Я уже в шестом классе был членом колхоза «Путь коммунизма». Такой был колхоз. Я уже полноправным членом колхоза был. В армию я уходил, меня провожали как колхозник. С чемоданом, с чемоданом, как положено. Колхоз отправлял? Колхоз отправлял меня в армию, да, я уходил. А с армией пришел, уже все это развалилось, уже СПК пошли, уже колхозы, колхозы все уже закрылось. И я, конечно, взял в аренду точку, землю взял в аренду, фермы с хозяйством открыл. Но мама моя была очень верующая человек. Она всегда мне говорила, сынок Залюры, Залюш, Сен-Квен, Залат, Муссагат, Лагарду. Это переводится, если на русский язык перевести, вот это «кто молится, преодолевает непреодолимое». Ну да, молиться надо. Да, она так говорила. Я, адидат партии, комсомолец, мы все октябрята были, пионеры же были, вся школа, армия, институт, все говорили, нету, юмонуга, бурхонуга. И я пытался переубедить маму, до сих пор прощения прошло, я говорю, мама, ну нету же ничего, она так с исходителем улыбалась и говорила, сынок Беана. И рассказала мне такую историю, говорит, ей было 12 лет, когда в Сибирь они уезжали, она была самая старшая в Сибирь, их трое детей было. Братишка была 8 лет, и сестренка была там 5-6 лет, а мама ни одно русское слово не знала, Беана Цехович. И вот когда их угоняли, продукт, одежду брали, она бурхонова, она так сердце спрятала, а тогда срок давали, вы же знаете, нахуй всех распределяли, кого-то в Сибирь сослали, это же трагедия была. А она смогла свозить в Сибирь и привезти обратно Тербург, сохранила, сохранила. И из всех семей кто-то умер. И он их семья приехал полностью. Хотя это категория возрастная, которая в первую очередь умирает. Очень много таких историй, кто уезжал, кто там привязан к себе, начал постоянно. Продолжайте, вот хотел бы, чтобы продолжить, дальше предпринимательство вы открывали. Да, открыл предпринимательство, но фермер-хозяйство я закрыл, потому что в какой-то момент я понял, деньги так нельзя зарабатывать. Многие меня осудят, конечно, но для меня это было уже табу. Что вы имеете в виду? Имею в виду, на крови деньги зарабатывали. А, убийство сельхозживотных? Да, для меня тоже стало уже, я когда стал ездить на учениях над Аллахом, уже как прозрение наступило. И когда я вот сел и задал вопрос о Римбочи, я говорю, как же нам быть? Мы же все скотоводы, мы все чабаны, я сам потом, сын чабан, говорю, как нам быть? Он сказал, что самое лучшее поменять бизнес, если нет такой возможности, не иммунизировать. Я говорю, что это значит? Ну, если вы скотиновый врач, то давайте жильем. А, то есть, так обходить? Да, может, деньги вы потеряете, он говорит, но кармическое вы выиграете невероятно, он сказал. И я уже был такой, как говорится, готов к этому. Я поменял полностью бизнес, закрыл все фермы с хозяй, все, ну и открыл пекарь, стал печь хлеб, просто. До сих пор вы этим занимаетесь? Я об этом знаю. Нет, сейчас это сын мой делает, я передал все это, потому что, скажем так, у меня сейчас немного другие цели, другие направления в моей жизни. Я сейчас в основном занимаюсь как председатель буддистской общины, Молдебесского района. А, вы сейчас председатель буддистской общины, Молдебесского района. Рул новый у вас, я знаю. Хурул у нас новый, у нас вот за это время, я еще не был председателем, но я был активным участником общины нашей буддистской. Мы построили только в селе Молдебесе, 9 субурганов поставили. Цаанавра-тонду поставили, сделали. Эхурул поставили, 25 кюрды барабана поставили. Мне все спрашивают, зачем ты это делаешь? Вот, зачем вы это делаете? С чем связано это отравление? Для чего ты это делаешь, спрашиваешь? А это учителя опять подсказывали. Когда я спрашиваю, говорю, почему? У меня есть программа, там, да, да, люди и сделали. Потому что, ну, для меня мудрее, допустим, да, вам никого нет. Я каждое его слово ловлю и пытаюсь воплотить сейчас. У нас коммуники. Но это хладезь мудрости. Там, вот, и у лекции послушаешь, там ответы на все вопросы. Что надо делать, как надо жить, что в конце жизни, а конец жизни придет 100%, мы знаем. Мы не пожалели, что мы напрасно потратили эту драгоценную человеческую жизнь. Вот это вот основное, что нужно делать. И когда мои учителя смотрят и говорят, я говорю, почему не поддерживают эту программу? Почему я хочу эту программу сделать? Все говорят, учителя говорят, надо делать. А почему чиновники не поддерживают? Давайте мы про программу чуть позже поговорим. И я думаю, надо... Нет, это сейчас, сейчас не о программе. Андрей Александрович, вот, по вашему мнению, вы очень верующий человек, духовный, развиваетесь. Надеюсь, да. И такой контраст, вы ведете большую политику. Региональная политика и народных Уралов, это, я считаю, что очень... Это большая политика региональная для региона. Может ли уместиться человек в религии с именно политикой? Я думаю, должен. Знаете, когда все узнали, мои друзья, родственники узнали, что мне предложили, вот именно. Я спросил у них, а почему вы так говорите? И все говорят, политика грязное дело. Я говорю, это любое дело, можно сказать, грязное. Все зависит от того, кто делает это дело. Если это дело чистый человек, и политика будет чистой. Нравственно чистой. От нас же зависит. Именно так я отвечаю на этот вопрос. От нас именно зависит это. Поэтому, когда я в один момент, я думал тоже отказаться, потому что там много времени занимает. Естественно, практики меньше, да, и научить ты уже не можешь, поехать свободно. Потому что тебе очень много времени надо уделять. Но Алмама сказал так, недостаточно просто молиться. Нужно еще и действовать. Действовать. Нужно еще и действовать. Что для вас выборы? Выборы, вот шанс, вот эту программу осуществить. Это основное, для чего я иду. Бывают ли, на ваш взгляд, выборы честные? Вы знаете, опыт 21-го года, мал-мал-мал-дербеты. Самому неприятно вспоминать, но... Как вы считаете? Ну вот, честно говоря, вот я не задумался над этим. Какие выборы честные, нечестные, я не в теме, скажу сразу. Потому что я не участвовал никогда в этом процессе. И не могу сказать, что это... А говорить голословно, не окунувшись в эту именно проблематику, ну, я считаю, это несправедливо. Не знаю это, честно скажу, не знаю. Друзья Александрович, почему именно партия «Единая Россия»? Вот «Единая Россия», да. Предложили, во-первых, они. Больше никто не предлагал, во-первых. Это социология вас выявила? Да, да. Я так понимаю. Предложили именно они. Я первый вопрос какой задал, почему я спросил. Ну, ребят, которые приехали, почему я. Сказали, что вот одну фамилию всего назвали. Я говорю, вы что, у нас в районе 10 тысяч человек. Да, еще Октябрьский, я даже не знал, что еще на два района. Я говорю, что один человек. Да, вот одну фамилию вашу назвал. То есть популярность у вас есть? Ну, не знаю. Я так не считал, честно говоря. Но они так сказали. Почему согласились? Вот, не, я вот в первую очередь спросил. Говорю, я читал о новой системе. Мне она очень понравилась. Ну, адамонатная округа. Да, мне очень понравилось. То, что обратная связь. Вот самое главное, обратная связь. Не то, что депутат выбрал, и все, уехал и пропал. И в моменте я сейчас справлю, я даже не знаю фамилии этих людей. Вот эта система новая, которую Батой Сергеевич предложил, мне очень нравится. Прям вот это первая причина, по которой я согласился. Вторая причина была, это когда я спросил, говорю, вы же понимаете, я принял обет. Вот она ламу приняла, я не могу его нарушить. По жизни она приняла обет подхисад. Это что такое? Не обмани, не упради, не предай. То, что во всех религиях самое важное. Я начну правду говорить, вам не понравится. Вы скажете, зачем мы его выдвинули? Давайте на берегу сразу. А вот и как было на берегу, это интересно. Ну, в смысле, еще я не вошел. Но я понимаю, что вы договорились, что на берегу был разговор. Да, да, еще не согласился. Я прямом текст сказал, что я не смогу этого делать. Не лицемерить, не врать. Если что-то не так, я буду говорить, не наибудь обижаться. Скажите, вот мы его выдвинули, а он нам теперь... Они сказали, нет, мы как раз от тех людей собираемся избавляться. Которые от лицемеры, уроны. Это была вторая причина. Третья причина была такая. Я спросил, кто идет еще в России. Они назвали людей, которых я очень уважаю. Например? Это вот Михаил Какаев, представитель буддистской общины, Кистья Нерусского района. Это Григорий Цибеков, тоже представитель буддистской общины. А Григорий тоже? Да, Сарпинского района. Я их знаю, как очень честно, принципиальных людей. Я думаю, с такой командой мы сделаем. Это Северный район наш. Очень много сделаем. Для этого мы, для Калмыкии. И я сказал, дайте мне время. Буквально. Вечером я позвонил Михаилу, позвонил Григорию. Они сказали, да, действительно, мы идем. Нам предложили. Я говорю, вы понимаете, что это большая ответственность, что это да, да, поэтому мы и согласились. Вот это была основная, уже последняя точка жирная, что надо идти, надо делать. То есть есть команда теперь уже, с которой вот «Единая Калмыкия» называется. Мы можем это все с трону с мертвой точки. То есть вы верите в то, что на сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» полностью переформатируется, и там представлены очень достойными людьми. Да, да, да. Которые-то верите. Многих, которые я лично знаю. И которые действительно уже не будут вести ту там антинародную политику. Ну, это тоже оценка, да. То есть наоборот будут… Знаете, вот на эту тему мне нравится очень такая-то… Очень не люблю, когда говорят о людях плохо. Не люблю. Не бывает, как говорят, плохого народа, плохой нации. Не бывает. Есть плохой, хороший человек, говорят. И этот человек все равно… Ну, это все равно оценка. И этот человек все равно. Он для кого-то отец, мать, сын, да, и он для кого-то идеальный вообще. Дед, и он хорош. А вот прямой… Этот пример такой обычный. Бывает, вот на дороге колесо, да, взорвалось, а у тебя запаски нет. Стоишь, ну, просто простой пример. И вдруг кто-то подъезжает, а ты его знал как этого человека, да? Как очень неприятного человека. Он тебе выручил. Дал тебе свою запаску, может, отбуксировал куда-то на ремонт наставку. И ты говоришь, а оказывается, он неплохой человек. Такое часто бывает. А он такой и был. Просто было в какой-то случае, где ты сделал такой. Просто твое мнение о нем изменилось. И всего лишь… Здесь я с вами полностью согласен. Это даже отлично, то, что мы сегодня об этом говорим. Теперь вот давайте поговорим о том, что нужно сделать. Что нужно сделать? Понять? Да. Вот вы отлично сказали. Вот я всегда говорю в своих интервью, задаю вопрос именно про воспитание. Именно подоставившее поколение. Потому что я считаю, что сознание людей изменить тяжеловато сейчас. Надо начинать с детей. Именно воспитание. И бармикотин еще этот вопрос задавал, и другим. Что вы предлагаете? Я, прежде чем говорить, обычно беру из своего опыта жизни. Когда 21 год назад я строил, стал инициатором, я строил, громко звучит, я не один строил. Я был инициатором столицы первой ступы просветления малых диабетов. Это случилось в 2001 году. Умерла моя мама, о которой я говорил, о которой я люблю. Которая вас многому научила? Да, она многому научила, которая всегда говорила об этом. И она умерла, у меня жизнь до и после. Разделилась. То, что до этого было, мне кажется, это вообще ни о чем. Бегал там, что-то пытался заработать, потом думал, вот человек умер, все, это все. Для чего, пожалуйста, человек жил получается? Он же с собой ничего не может забрать. Конечно. Ни дома, ни машины, даже свои семьи, дети, все здесь останутся. И многие вот малки это живут. Понимаешь? Малки это как? Писает, кушает, какает, иногда осношает, заражает. И работает. Многих хвалят, я на двух-трех работаю, работаю. Ну и животное тоже работает. Так чем же отличается от животного? Учителя говорят, у нас одно отличие, интеллект. И ты этот интеллект должен использовать. Для чего? Для духовного развития. Ну вообще для развития. Да, нет, не вообще вот именно. Многие говорят вообще. А я говорю так, что вот, знаете, вот один профессор, первокурсником, на первом занятии, он паузу взял такой, вы знаете, вы пришли в новую жизнь. Вот ставлю на доске, пишет цифру один. Написал, это ваша человечество. И теперь нолик добавляет, образование, карьера, богатство, опыт и прочее, прочее. Умножается, умножается, он потом бросил, единичка стер. И что? Ничего нет. Ноли. Качества нету никакого. Все это никому не нужно уж. Я вообще боюсь таких людей, когда он очень умный, образованный, супер такой бывает, и он циничный, алчный, беспроцентный человек. Это страшно вообще. Лучше он дураком ходил, извините за выражение, да? А просто я такой умный человек, он такой, он может только бедно творить. Поэтому я считаю, это важнее всего. Вот именно. А вот как из своей жизни, я понял, как детей нужно воспитывать. Я не говорю, что идеально это воспитать. Говори, полезно. Вот мой маленький сыночек, он сейчас в шестом классе, я ему говорю, труба горячая, не трогай. Он ему говорит, он все вроде понимает, да, да, а рукой тянется. Понимаешь? Обжегся, плачет, а я же ему 30 раз сказал, не трогай. И это не работает вообще. Только своим примером. Вот старшие мои, они принимали участие во всех моих стройках. Здесь вот, Дербитов мы строили, потом в Волгородской области строили, восстанавливали, вступу просветления, где похоронен царин, дают тунду-тунду. Я об этом слышал. И вот, мои два сына старших, они все время со мной. И они слышат, учителя, которые приезжают и нас помогают, подсказывают, как строить. И люди там собираются такие, тоже на этой волне. И они выросли такими, что, вот такой пример, мой старший сын ушел в армию, через полгода проходит письмо заказное, с печатью. что ж такое, открываем, смотрим, пишет полковник, вот фамилию уже запамятного, уже 10 лет прошло, пишет, уважаемый Лиджи Александрович и Марина Алексеевна, командовать такой-такой части, благодарить вас за воспитание настоящего человека. Такие слова, мы заплакали вдвоем. это было вообще неожиданно. Понимаете? Я звоню сыну, что там произошло, что такое-то сделал, так по-особенному. А он даже не в курсе. А что случилось? И вроде такое только письмо пошло. Да, ну провезите его, он в городской области служил. Приехали туда, все, что-то, он говорит, я не знаю, служу как обычно. Ну ладно, дембель пришел, забирать приезжаем, командир ротополков, этот капитан выходит. Когда мы все прощатся, обнимаемся, он заплакал. Я говорю, что случилось? Что такое, Кюнин или это? Капитан, командир ротополков заплакал. Я говорю, что случилось? Он говорит, не так, не хотят расставаться с Артемом. Я говорю, а что такое, что случилось? Душевный человек вообще. Я не считаю, что это я. Я считаю, что это то, что мы делали, он общался с такими людьми. То есть, пример нужно показать. Хорошо, Александр Шмидович. Вот, как нам всему подрастающему поколению республики вообще показать пример? Пример? Себя начать. Я это прекрасно понимаю. Как вы будете это транслировать в народном хурале? Вот, знаешь, немногие понченок вообще не понимают об этом. Потому что, наверное, маловирус, скорее всего. Наверное. Но время меняется. Сейчас проходит как раз верующие люди проходят. И это очень хорошо, я считаю. Потому что, когда я говорил раньше, в 2005 году еще, говорил, они на меня смотрят, никто даже пальцем у виска может крутили, я так думаю. Есть тоже такое. Наверное, так думаю. Но учителя все мне говорили, надо делать, надо делать. Давайте, какие-то конкретные шаги. конкретные шаги. Что делать? Конкретный шаг. В первую очередь, почему у нас в республике происходит так, да и не только в республике, может быть, по всей России это происходит. Вот, жизнь идет, знаете, как, вроде все есть, все дано. И голова, у нас в Калмыкии вообще мы на первом месте по уровню образованности. уровня образованности на первом месте. Но почему мы так бедно живем тогда? Что происходит? Почему в десятки худших регионов, где я представлюсь? Что не так? Согласен? Почему? Столько денег, столько сил, мы же видим же, правительство, столько сил, средств вкладывает в это. А почему не выстреливают? Что не так? И когда я задумался, в чем дело, это идет аж с 90-х годов. Я такой вывод сделал. Причина оттуда? Причина оттуда. Какая именно? Основная причина, то, что тогда те руководители, которые были в то время, они просто людей слово нехорошее кинули. Натурального братья обобрали до нитки и оставили ни с чем. Первый раз кинули это ваучерами с этим. Люди вообще не знают, что это такое. Потом по дешевле выкупили и теперь все благо, все вот эти заводы и фабрики принадлежат тем, кто тогда был, как говорится, у руля. Олигархат. Да, Олигархат. Имбраны. А это первый раз. Люди остались опять без них. Второй раз обманули, когда этот вклад обнулили практически. То есть, вот мой тесь, ему 83 года. у него на книжке было 35 тысяч. И он, когда им нули убрали, он тогда мог купить четыре машины, а он они купил, извините за выражение. Ну, это понятно, вот давайте, шаги, которые мы должны... теперь смотреть. Время ограничено. Время ограничено, но это важно, вот это важно, что очень много людей, наших родителей, яички, авки, они все обижены остались. Они очень обижены. А вы знаете, что такое тачал? Да, обижены, государство согласен. А когда родители обижаются, это двойной тачал. А когда они еще умирают с обиды, это практически неисправимый тачал. Нам нужно изменить это. Ты не лег, халимгар называть. Нам нужно изменить вот это именно. Мы должны окутать любовь и заботы наших родителей сейчас, пока они живы. Не только один раз в год, как день пожилых людей. Они должны ощущать это каждый день. С утра до вечера. Это нужно сделать. Я понимаю, о чем вы говорите. И это очень важно. Они должны, и в ответ я хочу попросить у них, утром сели чай пить, молча ест. Хюнь не должен так, человек не должен молча ест. Он должен Юриаль говорить. Если молитву знает вообще хорошо. То есть Юриаль, как что Юриаль, сильнее молитвы не бывает. Если они благословляют утром, каждое утро, тысячи человек, утром садятся чай пить и благословляют всю нашу республику, всю Россию, всех правителей, начинают с сельского совета, заканчивая президентом России, это же невероятная энергетика. Люди не понимают, неверующие люди вообще не понимают, о чем идет эта речь. Это может изменить всю нашу ауру. И если они за нас будут молиться, за молодых, скажем так, я себя пока еще молодым причисляю, за молодых, чтобы у нас все получилось. У нас все получится. Потому что это у нас все есть. Ресурсы есть, власть есть, теперь уже почти, можно сказать, власть есть, а осталось ли благословение родителей получить. Ну, говорят же, у каждого человека, родителей, это Борг, кто-то. Да, с этого надо начинать нам обязательно. И поэтому я говорю, вот в районах, я поездил по району, посмотрел, а у всех одна проблема. Нужны деньги, чтобы решить эти проблемы. Нужны деньги. А деньги как деньги взять? Только заработать. Нет других способов, с ним они не упадут эти деньги. Способов заработать очень много. В каждом районе можно применить. Вот, у меня один человек спросил, что можно в Октябрьском районе открыть с параштурами, да? А вы зайдите в магазин, закройте глаза, подойте прилавку, возьмите и скажите, где произведено? Не в Калмыкии. А мы это все можем и все производить. Можем. Да. Мы должны это производить. Так же? Хорошо. Первым, то есть нам необходимо окружить любовью и заботой своих родителей. Но это, я так понимаю, что это такой посыл, энергетика, воспитание определенное, если мы будем так относиться не только к нашим родителям, а всем, то есть что-то будет получаться, имеется в виду такая коммуникация, связь, договор, пойдет, отношения будут по-лучше, отношения будут по-продуктивнее, и тогда мы сможем научиться договаривать, чтобы перейти уже непосредственно к действиям. Правильно? Опять же, слова, просто там добрые слова, да, они в наше время не очень работают. Нужны действия. Какие действия? Внутрь материально, без денег, это просто слова, мечта всего лишь. Нужны деньги. Вот начинаем зарабатывать деньги, открываем. Моя мечта такая, в каждом районе должно быть не менее 9-10, которые должны открыться. своих районных, своих... Они не только районные, они и социальные их называемые. Мы должны сами стать там самодостаточными. Например, виды предприятий, производства чего? Вот я, допустим, открываю предприятие, вот... Хлеб просто есть. Да, вот хлеб, допустим, открываем. Хлебоболочные изделия. Да, да, открываем предприятие, и прибыль от этих предприятий, социальных, до 70%, должны идти на развитие именно этого места, этого района. Понимаете? У нас даже... У нас программа все есть. Единая Россия, Единая Комутия уже программу все составило. Нам, чтобы участвовать в этих программах, нужны свои 30% софинансированные. И мы... Наши села должны быть такими вот... У нас сравнивают с Швейцарией седа. Наши территории, как Палдаре, Швейцария. Только по территории... А теперь у нас должно быть жизнь, как Швейцария. Жизнь, как Швейцария, должна быть. Люди должны прям... Вот приехал ты в село, допустим, Малый Гермет или Сарын, и он говорит, как я хочу здесь жить. Вот такая цель. Я хочу здесь жить. Почему? Во-первых, здесь люди добрые. А почему они добрые? А потому что к ним все по-доброму относятся. Люди добрые. Они же видят, и глаза светятся. Понимаешь? Это самое главное. А во-вторых, здесь такая инфраструктура. Понимаешь? Я был во многих странах, смотрел, видел, как это не так дорого сделать. Не должно себе пыль столбом стоять. Сейчас все есть. Капельное орошение. Не такое дорогое оно. Поставили. Везде газончики. Где щебеночки, где асфальтирован, где бетоном. Все деньги есть, программы все уже есть. Федеральные. Наша задача заработать 30% денег, чтобы это применить. Понял. Человек выходит вот утром, допустим, он, например, евро и сказал, он уже энергию отправил. Она вернется оттуда уже со столицы, обратно с космоса. Как бы это ни звучало фантастично. Она так и работает. Это реально. Известно, какие шаги мы должны предпринять, именно вы чем будете заниматься. Вот программа вы говорите, надо начинать с себя. Это правильно. надо развивать сельские территории. Это правильно. Вы даже говорите, как, чтобы были предприятия. Еще, что будете делать, что будете предлагать и защищать на народном хуране. Вот у нас очень много перекосов. Вот я поездил, значит, дорога. Вот у нас на Ханату, на Плодовитые, на Экибухус, щебеночное покрытие считается, дорога с твердым покрытием уже есть. И она уже на протяжении 40-50 лет уже есть. Мы живем в Союзе сделать. но мы живем 23 года уже в 21 веке. Пора переходить на новый уровень. Надо асфальт уже, чтобы сделать. А выясняется, что, вот я вот как окунулся в эту тему, выясняется, в программах написано обеспечить дорогу с твердым покрытием на межпоселковой дороге. Обеспечить. А твердое покрытие это щебенка? Это уже есть. Получается. Это перекос. Надо же конкретно написать. Должна быть асфальтирована дорога. И тогда мы попадаем под все программы. Они и есть эти программы. Наша задача будет заработать 30 процентов. И участвовать в этой программе. И тогда мы все дороги сделаем. Потом по дорогам. Допустим по финансированию. Я не берусь там это федеральный уровень. Но инициативу мы можем выдвинуть как депутат. Допустим вот эти тендеры по дорогам. Ладно строительство дорог пусть они строят. Пусть тендеры пусть. Но содержание дорог нужно менять. Должны местные ДФСУ именно содержат. В Сорпинске есть. Очень мощные. Можно в каждом районе открыть. Это рабочие места. ДФСУ на помощь упадок приходит. Не, не, не. Работает. Хорошо работает. Я говорю но финансирование мне тоже хочется поменять. Это мое видение и я хочу попытаться это сделать. Как? Мы знаем точно сколько надо денег на содержание этой дороги. Мы точно до копейки знаем. Каждый год мы можем индексировать с учетом инфляции и прочее. мы знаем сколько денег им надо. Все заключаем договор. Допустим глава района или может быть на уровне даже там еще какие-то правительства заключаем договор мы выдаем у каждого вот такую сумму но гарантия дорог до 3 года допустим не должна ломаться эта дорога. То есть свое предложение? Если дорога сломалась вы за свой счет ремонтируете если она не ломается эта дорога и что хотите делать? Там наверное эти правила как-то передусмотрены но я тоже не знаком Резрис Александрович у нас время подходит до концу мне бы вот вопрос такой я вижу по вашим соцсетям что вы постоянно проводите встречи с избирателем как вам встречи как встречает народ с уважением или там палкой бьет выгоняет или как вот ваши первые впечатления и проблемы какие разные или все одинаковые вот так вот вот сначала когда заходишь на встречу доверяют люди сначала нет сначала когда заходишь люди думают опять очередной какой-то этот приехал все опять будет нам сейчас лапшу на уши вешать видно по глазам что есть такое но после разговора поговоришь полчаса люди не хотят уходить говорим но нам надо ехать дальше на другую встречу там надо и все очень тепло встречает то есть народ начинает верить или уже верит я думаю да уже верит мне по крайней мере после нехорошо после встречи мне хорошо спасибо что пришли спасибо что действительно поговорю с вами я тоже там вселился определенной верой это безусловно я бы хотел бы чтобы мы еще как-нибудь встретили да можно без видеоформата просто пообщаться для себя тоже хочу станете дебюта там буду приглашать сразу говорит в конце всегда своих интервью я даю время там пару минут для того чтобы обратиться к нашим подписчикам нашим избирателям спасибо я бы хотел чтобы вы обратились и от от дамана улан залатна землек кедара кеймой он интерес он ода уда 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 сансын санатын кисетка кейсин кодем шутер алин керегин номер нора лан ютха туст 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 дед ут нас хотел обратиться тем кто участв выбор от именно давайте после выборов, кто пройдет, не пройдет, создадим команду. Команду именно по тому, как наладить жизнь нашей республики. Кроме нас никто этого не сделает. Ковмыки у нас одна. Мы должны объединиться. И прекратить вот друг о друге говорить плохо. Нет идеальных людей. Не найдете. Знаете, вот недавно прыщи такого слышал. Один мудрец с учеником вышли к воротам города. Сели там на камушек, отдыхают. И путник, проходя мимо, спросил, какие люди здесь живут? А вы в том городе откуда идете, какие люди? Ой, там варвары, там такие всякие злые, там жадные, алчные. А вот вы здесь таких же найдете. Через какое-то время следующий путник подходит и спрашивает, какие люди в этом городе живут? Он опять спрашивает у него, а какие люди живут в том городе откуда вы идете? Там очень добрые, очень отзывчивые люди, прям честные. Он говорит, вы здесь таких же найдете. И там ученик спрашивает мудреца, почему вы об одном городе так по-разному говорите? Он говорит, каждый находит то, что ищет. Согласен. Поэтому я прошу вас, все у нас в голове, как мы будем относиться. Пожалуйста, друг к другу вот так. И еще буквально одна просьба такая, короткая одна просьба. Она отражается вот в таком коротком стишке. Не планируй неудачу, жизнь помчится кувырком. Ты поставь себе задачу меньше думать о плохом. Мыслями не вьешь веревки, не болтаешь языком. Помни, это ты мастишь дорожку, по которой сам пойдешь. И спасибо, что пришли.